Приветствую себя на канале, с вами опять Роман Головин. Итак, сегодня я хотел бы с вами поговорить об алкоголе. А немножко поговорим о древних временах. На самом деле, существует очень много мифов по поводу алкоголя. Ну, первый миф, что русские все пьющие, это у нас наша традиция. Ну, я не беру именно конкретно русских, а весь русский мир. Вот славян и так далее. Но на самом деле это неправда. Нам очень долго и упорно навязывали этот миф. На самом деле, в Европе гораздо раньше стали злоупотреблять. Если посмотреть всякие документальные фильмы, и англосаксы напиваются, и финны напиваются, и немцы любят пить. Так что и ведут себя не так прилично, как хотелось бы многим. Что типа, вот мы только так плохо себя ведем. Всех хватает. И во всех национальностях достаточно пьющих людей. И, естественно, все это обрастает таким мифом. И так далее. Ну, вот впервые, например, вот водку в сегодняшнем виде придумал Дмитрий Иванович Менделеев. Вот как было 42 градуса. До этого водка была, по-моему, 15-ти градусная. Там, да, шведские, шведы привезли эту водку. Вот. И Петр Первый ее внедрял. Если взять более глубокие времена, то алкоголя как такового не было. Даже вино вот это, да, которое все вы знаете, на самом деле это был виноградный сок. В Древней Греции, например, женщина вообще запрещала спить, а если она пила, ее сбрасывали в воле. Потом был один процент. Естественно, когда виноград бродит, даже какой-то сок получается, все равно там где-то может быть один процент алкоголя есть. Вот. Поэтому вино, наверное, все-таки уже появилось ближе там к Ивану Грозному, к этому времени. И существует еще много мифов по поводу алкоголя, что алкоголь это полезно, это классно, ребята, пейте и так далее. Но это то же самое, что говорит, что мясо это супер, ешьте каждый день мясо. Были такие пытки даже, когда людей пытали мясом, там, несколько недель человекил мясо и просто умирал. Это о чем говорят? Если я буду есть яблоки, там, апельсины, там, несколько недель, я не умру, а мне ничего не будет. Если я буду есть мясо несколько недель и все, больше ничего, то я точно умру. Ну, то есть, можете сами, как бы, выводы сделать. Также здесь, постоянно употребляя алкоголь, вот, в определенных количествах, человек просто спивается. Это все-таки привыкание определенное идет, зависимость. Печень выделяет в сутки несколько грамм эндоргенного спирта, там, по-моему, что я не ошибаюсь, но примерно, может, даже 10-15 грамм. Ну, естественно, зависит от мужчины, женщины, вес, возраст и так далее. Если человек начинает, злоупотребляет постоянно алкоголем, и печень перестает вырабатывать эндогенный спирт. И потом, чтобы его восстановить, нужно какое-то время. Так вот, многие современные врачи, они рекомендуют использовать обязательно вино, например, красное, например. Говорят, что это полезно, чуть ли не каждый день по бокальчику надо выпивать. Вот, пускай они все по бокальчику выпивают. Если бы врачи бы традиционной медицины жили бы по 150-200 лет, наверное, можно было бы следовать их воззрениям, теориям, домыслам, руководствам и так далее. Поэтому, все это пускай при них остается. Так же они курят, так же они пьют, так же они болеют. Вот, ненасколько они нездоровее, наоборот, более больные, чем обычные люди. Поэтому, верить слепо всем не надо. Вот, я сам проработал в медицине 15 лет. Вот, и прекрасно, и за границей, и в России, и прекрасно понимаю, как все диссертации пишутся. Вот, что можно из пальца высосать и защитить любую тему. И говорит, вот это лекарство полезно. Потом, через какое-то время, находит какие-то побочные эффекты. Говорит, нет, нет, это вредно. То есть, вот нашли побочный эффект, опасно, ребят, не будем применять. Потом, через 5 лет еще находит какой-то эффект, который перевешивает побочные действия. Нет, давайте его опять применять, классная вещь. Вот, и так 3-4 раза бывает с некоторыми препаратами. Это история. Такие есть препараты. Поэтому, по поводу алкоголя, да, если это просто как привычка, дегустация, там, да. Наслаждение, да, согласен. Вино, там, пиво и так далее. Ну, крепкие напитки я вообще бы не рекомендовал никому пить. Это яд, токсичные продукты, которые разрушают ткани организма человека. По поводу вина еще, да, иногда, согласен, можно где-то что-то выпить там и так далее. Но не в постоянном режиме, как говорят это врачи. Если человек хочет быть здоровым, совершенно другие принципы есть. Любые раздражающие компоненты, будь то куча специй, много соли, много сахара, алкоголя. Это все раздражает клетки. То есть клетки раздражают, клетки повреждаются, и на организм затрачивают большое количество энергии. Поэтому нужно быть очень аккуратным с этими вещами. Поэтому не рекомендую очень увлекаться алкоголем. Пытаться себя защищать, как бы искать причины, почему я пью. И вы знаете, вот в этой статье такой-то доктор написал, что это очень полезно, классно и так далее. На самом деле, когда человек освобождается от алкоголя, сигарет, человек освобождается от каких-то пагубных привычек. Там есть очень много химии, очень много различных жирных продуктов. На самом деле, чувствует вполне себя лучше. Мозг даже по-другому работает, да, ощущаешь себя в пространстве по-другому. Но, опять же, надо это все пробовать, потому что многие слушают, как бы, да, им сложно это понять. Нужно время. Нужно время, чтобы пройти через это, сравнить то состояние на обычном питании, состояние, которое вы что-то убираете из своего рационного питания. Естественно, вы не просто убираете, а заменяете больше фруктов, овощей, кушать начинаете в своем рационе питания. И вам становится гораздо комфортнее и легче. То есть организм работает более правильно, более комфортно. Легче спится, легче работает, мысли по-другому текут в организме. Все вот это взаимосвязано очень. Естественно, разные люди на алкоголь влияют, ну, реагируют по-разному. Алкоголь на них влияет по-разному. То есть есть люди, которые пинеют сразу, у них нет алкоголь-тегидрогеназа в организме. Где-то большого количества, чтобы алкоголь, скажем так, детерминировать, да, растворить и расщепить его. У каких-то народов северных они вообще пьют и все спиваются, алкоголики сразу. То есть у них вообще нет северных народов, пить нельзя. Есть люди, которые много пить могут, то есть перепить их нереально. У них этого фермента, алкоголь-тегидрогеназа очень много в крови. У других его очень мало. У кого-то среднее количество. Кто-то сильнее пьянеет, кто-то реже. Многие знают, что вообще пить нельзя иначе. Они в другую личность превращаются. Были робкие, спокойные. Потом могут чуть ли не весь дом сломать, как бы, да, разогнать всю улицу. Море по колено многим людям становится. Тем более таким людям пить нельзя, когда личность меняется. Это говорит о том, что это делать нельзя. То есть, не знаю, я, например, всегда любил себя контролировать, а превращаться в непонятное существо, которое ни себя, никого, ни ситуацию контролировать не может. Мне кажется, это вообще не модно сейчас. Надо культурно отдыхать, поехать там на отдых и так далее. Не обязательно алкоголь взять. Куча всяких интересных вещей есть, интересных вкусных продуктов. Не обязательно выпивать. Если вы выпиваете, и вам жизнь не мала, значит, надо свою жизнь как-то менять. Поменять жену, поменять мужа, семью, место жительства, работу в конце концов. То есть, всё в ваших руках. Всё элементарно просто. И от алкоголя можно постепенно отказываться. Тем более, если родственники будут поддерживать, то очень легко это всё сделать. В каких-то лечебных целях алкоголя я вообще этого не понимаю. Это ерундистика полная. Лучше тогда минеральную воду, родниковую воду пить в целях очищения организма. На диете чуть посидеть. Посидеть на голодании один-два-три дня. Закаливаемым заняться. Мне кажется, вот эти вещи, они гораздо интереснее, чем использовать алкоголь. Очень много наблюдал людей. Очень много читал про это. И вот я бы алкоголь вообще не рекомендовал бы никому использовать в своей жизни. Кто-то считает, потому что он оправдывается, что он не может бросить. Ищет различные причины. Что там жизнь сложная, что алкоголь полезен, потому что какие-то врачи говорят полезны. Сами в 50-60 лет умирают. Поэтому это не показатель, понимаете. И смотреть на этих врачей, которые там из пальца высасывают информацию. Придумывают что-то. Как работает организм в ближайшие там несколько десятков, сотен лет. Вряд ли традиционная медицина поймет до конца. Вот только поверхность. Как говорится, вилами по воде возят вокруг да около. На самом деле очень сложно понять, как это все работает. Потому что немножко тупиком путем идет медицина. Отделила полностью тело отдельно. Разделила на части его один. Специалист одним занимается, другим занимается. Вот. На самом деле многие методы, они подтолкнуты под людей, которые традиционно питаются. Если, допустим, придет какой-то сыроед, фрукторианец проверится, у него анализы будут другие. Температура тела будет другая. Давление другое будет. Все будет другое. Анализы другие. Белки. То есть они даже боятся таких людей обследовать. Потому что вся их медицина, система рухнет просто. Так что старайтесь избавиться от этого. Пейте больше соков, травяных настоев, чаев. И поверьте мне, их будет гораздо комфортнее. Итак, прощаюсь. Всего самого доброго. До свидания.